Всем привет! Меня зовут Наталья Шик. Вот по вторникам я говорю, что я бровист и создатель собственного бренда Броубар Шик Про. Я создала полностью технологию рабочих продуктов и методик по художественному оформлению бровей. Я этим очень горжусь, потому что я много-много лет отстояла рядом с клиентом, была на этапе, когда про брови никто ничего не знал. Я работала и развивала это направление в красоте. Я провела две тысячи мероприятий, связанных с бровями. Это онлайн-мероприятия, оффлайн-мероприятия. Я участвовала и в конкурсах, я проводила огромное количество мастер-классов. И, конечно, понимая это, я знаю, какую роль я играю в бьюти-броу-индустрии. Поэтому по вторникам я завела это направление своего канала. Я очень хочу поддержать мастеров-бровистов, чтобы было легче работать, чтобы было профессиональнее работать. Ну и, конечно, чтобы вы все понимали, как работать с моим брендом. Сегодня с технологом бренда Анастасией Трухачевой мы расскажем вам, как делать красивые, натуральные, естественные брови. И подробно остановимся, как работать с восковой системой. Эти знания вы можете применить к любому типу воска. Но, конечно же, я вас призываю работать на воски-шик. Берем нулевой состав, антисептик. И обрабатываем перчатки и нашу рабочую зону. Далее берем второй состав. Это пилинг с фруктовыми кислотами. Для того, чтобы отшелушить ороговевшие клетки и зашлифовать здоровые клеточки кожи. Круговыми движениями начинаем обрабатывать область вокруг бровей, а также область самих бровей, для того, чтобы краситель ровнее лег на кожу. Также второй состав очень хорошо снимает продукты макияжа. После этого берем состав номер один. Обязательно снимаем им второй состав. А также очищаем, обезжириваем кожу, чтобы краситель лег красиво и ровно. И подготавливаем перед нанесением красителя. Далее ждем, пока первый состав высохнет. Тем временем разводим краску с оксидом. Для данной модели я выбрала два оттенка. Светло-коричневый основной цвет и коричневый дополнительный. Наносим краситель на брови. Начиная со второй точки, двигаясь плавно к хвостику. Обязательно плотно покрываем бровь краской. Чуть-чуть залезаю красителем за форму брови, чтобы было что почищать, чтобы вывести ровную линию. Далее с помощью ватной палочки и первого состава подчищаем бровь. То же самое делаем на другой брови. Наносим краситель на вторую точку и хвостик. Если мы заранее выстроим бровь красителем, нам легче будет убрать волоски, которые выходят за пределы формы. Снова беру ватную палочку, первый состав и почищаю бровь. Начинаю почищать сначала снизу, чтобы не завалить хвостик. И теперь выравниваю линии, чтобы две бровки были одинаковыми. Очень важно не завалить хвостик. Далее, когда краситель немножечко окислился на брови, мы начинаем натушевывать краску на первую точку брови. Сухой кистью, набирая с границы, я медленно двигаюсь к началу брови. Натушевывая начало, я стараюсь натушевать краску так, чтобы две линии от первой до второй точки были параллельны друг к другу. То же самое делаем на второй брови. Натушевываю головку до зоны пирсинга. После того, как натушевали первые точки, мы продолжаем работать восковой системой. Сначала наносим третий состав, это масло. Масло является синтетическим, не раздражает чувствительную кожу, и оно является прослойкой между воском и кожей. Обрабатываем вокруг бровей участки кожи маслом. Когда работаем под бровью, приподнимаем бровку, и то же самое делаем на второй брови. Я распределяю масло пальчиком. Масло необходимо небольшое количество, иначе воск плохо будет соприкасаться с волосками. Далее мы наносим воск. Консистенция должна быть как жидкий мед. Температура 38-42 градуса, оптимальная для нанесения воска. Начинаем наносить воск с межбровной зоны. Сначала я распределяю воск, а затем ставлю палочку для воска на ребро и прижимая, отвожу ее вверх. Так мы сразу можем обработать всю межбровную зону. Далее, пока воск засыхает, в среднем это 10 секунд, мы прорабатываем следующие зоны. Наносим воск, и ребром оттягиваем против роста. Воск можно наносить по росту, против роста он не вызывает вросшие волоски. Далее проверяем, смотрим, чтобы воск подсох. Натягиваем кожу, беремся за основанием палочки и дергаем воск вдоль кожи резким движением. То же самое делаем с межбровной зоной. Натягиваем кожу и резко дергаем воск вдоль кожи. Воск убирает все волоски с корешком. Подчищаем краситель в первой точке, чтобы начало было мягким. Чтобы сделать плавный переход от первой точки ко второй, мы натушевываем краситель на границе, после того, как стерли краситель в первой точке. Кисть должна быть полусухой, чтобы тушевка получилась мягче. И то же самое делаем со второй бровью. Продолжаем работу с воском. Наносим воск на вторую точку и поставив палочку на ребро, прижимая кожу, оттягиваем. Можно работать любой стороной палочки. Либо этим ребром, либо маленьким ребром. То же самое делаем на второй брови. Переносим воск и поставив на ребро, оттягиваем продукт. Воск настолько пластичный, то мы можем вернуться еще раз и продублировать аппликацию. Натягиваем кожу, беремся за палочку и дергаем воск вдоль кожи. Прорабатываем хвостик. Прижимаем палочку, чтобы было хорошее сцепление воска с волосками. Натягиваем кожу и дергаем. Важно резким движением снять воск. Так мы минимизируем болевые ощущения. Если у клиента под бровью очень много лишних волосков, лучше сделать депиляцию в два этапа. Сначала от второй точки к хвостику, ставим палочку на ребро и медленно оттягиваем воск. Можем вернуться, чтобы равномерно распределить воск по зоне. Ждем 10 секунд, чтобы воск подсох. Натягиваем кожу вверх и вбок и резко дергаем. Все волоски выходят с корешком. Благодаря этому клиент долго ходит с четкой формой бровей. И далее делаем вторую аппликацию на оставшуюся зону. Обязательно натягиваем кожу, беремся за основание и дергаем вбок. Если с первого раза волоски не уходят, вы можете нанести воск в противоположном направлении. Воск можно наносить на один и тот же участок до четырех раз. Также вы можете использовать другой способ нанесения воска. Взять воска чуть больше и нанести на всю бровь. В этом случае убирать воск мы будем в два этапа. Сначала мы снимем воск до второй точки, а затем после второй точки. Ждем, пока воск подсохнет. Натягиваем зону, где мы остановились. Беремся хорошо за палочку и делаем два движения. Раз и два. В два этапа. Убираем оставшиеся волоски. Далее убираем волоски во внутреннем уголочке глаза. Для этого ставлю палочку на маленькое ребро и отвожу воск до второй точки. Максимально близко, подходя к нижней линии брови. Натягиваем бровку и резким движением снимаем воск. С помощью палочек для воска мы можем сделать более чисто депиляцию. Далее мы используем первый состав для того, чтобы снять краситель, одновременно успокоить кожу и закрыть поры. Начинаем снимать краситель с той брови, с которой начинали окрашивание. Первый состав останавливает процесс окисления краски и выводит цвет в красивый, благородный оттенок. И то же самое делаем со второй брови. Далее, чтобы успокоить кожу, мы используем четвертый состав. Это алоэ вера, взбитый до консистенции сливок. Благодаря консистенции взбитых сливок алоэ вера хорошо впитывается в кожу, не оставляя пленки. И массажными движениями распределяем продукт в кожу. И даем алоэ вера немножечко впитаться. Покраснение после воска это нормальная реакция, которая проходит спустя 30-60 минут. Наносим на волоски прозрачный гель. Благодаря своим свойствам он стабилизирует и фиксирует краситель внутри волоска. Далее наносим под бровь консилер. Задаем направление брови. Работа с воском дает нам сделать процедуру депиляции быстро, чисто и менее болезненно. Посмотрите, как работает мой технолог, посмотрите, как методически, системно, ну и, конечно, как качественно работают материалы и инструменты шик. Я думаю, что вы влюбитесь в эти вторниковские наши встречи, будете также поддерживать это направление, ставить нам лайки, писать комментарии. Комментарии мне ваши очень важны, особенно от профессионалов. А если мы кого-то зарядим и влюбим в эту профессию, будем рады, если в нашей команде, команде профессионалов-бровистов появится еще один человек. И, конечно, если у вас вопросы есть по теме бровей, обязательно пишите. Я составлю программу роликов таким образом, чтобы ответить на каждую вашу волнующую историю. Следующие 4 недели я буду выкладывать каждый вторник обучающие ролики от нашего топ-мастера Анастасии Трухачевой. Посмотрите, обучитесь, они суперпрофессиональные, они обучающие и очень вам полезные для вашего кейса бровиста. Подписывайся, ставь лайк, комментируй обязательно. Мне очень нужна твоя поддержка. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok